Аллах говорит, между обитателем рая и обитателем ада хиджаб, занавес. Что за хиджаб на арафе говорится в другой суре? То есть некий такой занавес, в ней есть дверь, внутренняя часть милость, то есть на внутренней части обитателя рая, на этой части мунафигы, лицемеры, неверующие, наказание. И они будут общаться. А сверху у них стоят вот эти люди, асхабы арафа. И в этот момент... Тогда они, эти люди, которые стоят на горе Арафа, видят, смотрят на обитателя рая и смотрят на обитателя ада. И этих они узнают по внешним признакам, и этих обитателей ада узнают по внешним признакам. Обитатели рая, признаки их какие? Чистые белые лица, радуются, наслаждаются. Обитатели ада — черные лица. И они друг друга знают и узнают. И обратились они... И они обратятся к обитателям рая и скажут «Мир вам! Мир вам! Саламу алейкум! Мир! Машаллах! Какой вы красоте!» Ахамдуллах! Все проблемы остались позади в дуне. Все переживания, все испытания. Вы сейчас... Саламу алейкум! Как будто они хотят туда зайти и получить обратный ответ. Алейкум ассалам! Дабы вместе с ними быть в раю. Но однако они не зайдут, хотя очень хотели бы туда зайти. После этого они не по их желанию, но Аллах их направит в сторону обитателей ада. И когда они увидят, какое там наказание, еще они не знают их положение, они в раю или в аду. Они скажут «Раббана, ла таджа'альна ма'ал кавмилдзалимин». «О, Аллах, не делай нас среди этих грешников в аду». Поэтому ученые говорят, смотреть на обитателей ада или смотреть на грешные лица неверующих – это наказание. Так же, как поклонение, когда ты смотришь на лицо человека богобоязненного. Как сказал Ибн Аббас, рада Аллаху анху, «Инна аннадзора фи ваджи ражуль ямру биссунна вайнха аниль бидра аль-ибада». Ибн Аббас, о котором пророк Мухаммад салаллаху алейкум салам сказал, «Дай ему знание в религии, понимание в религии, обучи его тавсиру». Он сказал, «Поистине, когда ты смотришь на лицо человека, который призывает к сунне и запрещает бидра, это есть само и айбада, само по себе поклонение». Пророк Мухаммад салаллаху алейкум салам сказал, «Поистине, приближенные люди к Аллаху, они такие, когда ты на них смотришь, вспоминаешь Аллаха, субханнаху ва-та'аля». Поэтому, когда они увидели, в каком они наказании, говорят, «Раббана, о наш Господь, мы не хотим сюда, не сделай нас вместе с обитателем ада». Поэтому ученые говорят, самое лучшее, когда ты видишь, человек грешит перед Аллахом. Когда человек совершает тот или иной грех, говори, «Искренне в сердце, Раббана, не сделай меня вместе с обитателем ада, с грешниками, не сделай нас вместе с этим». Но, однако, не возгорди своим поклонением над этими людьми. Сулейман, алейсалям, сказал, «За ночь я пройду через 70 своих жен, которые каждый родит мне муджахеда на пути Аллаха». Но не сказал «Инша Аллах», несмотря на свою великую власть Сулеймана, алейсалям. Не было больше такой власти ни у кого, как у Сулеймана, алейсалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он не сказал «Инша Аллах». И Аллах, субхану айтоле, в Коране сказал, «Мы кинули на его трон тело». И он попросил Аллаха прощения и вернулся к Аллаху. Что за тело? Одна из женщин, 70 женщин, родила половину человека инвалида. То есть Сулейман, алейсалям, тут понял, что он забыл сказать «Инша Аллах». Поэтому, когда ты видишь грешника того или иного, не возгордись, а скажи «Я, Рабби, ты милостивился надо мной, и не сделай меня из числа этих людей, а веди меня по прямому пути». И эти люди, которые в аду, говорят, обитатели Ма'рафа скажут «Валлахи, вы не зайдетесь в рай, вы с нами будете в аду». И это, в Тавсире говорится, опечалило сердца вот этих людей, которые ждали весь судный день свой итог, куда они попадут в рай или в ад. И Аллах, субхану айтоле, отвечает и говорит Обратиться к этим обитателям ада, скажет «По отношению к ним вы сказали, что Аллах не даст им свою милость и не ведет их в рай?» Обратиться к этим людям «Зайдите в рай». Нет у вас никакого страха. То есть не печальтесь, дальше страха не будет, только рай. И не будете вы опечалены тем, что было раньше. Все это забудете, то, что было в судный день.